Это пластичность мозга, это снятие стрессового напряжения, это сон, это микроциркуляция головного мозга, это ацетилхолиновое, так сказать, внутреннее образование ацетилхолина. Чтобы образовался ацетилхолин, нужен лицетин, но этого мало. Нужен еще л-карнитин, там берется ацетильная группа, но этого мало. Без витамина В5 ничего не получится. Этого тоже мало. Нужна альфа-липоевая кислота, про которую вы вообще ничего не знаете. Без нее тоже ничего не получится. К альфа-липоевой кислоте нужна еще обязательно глюкоза, нужны еще белки. Ну, то есть там вот это, да, таурина обязательно туда нужно добавить, потому что он, в общем. В общем, и, короче, когда все наберется, получится ментал-форс. Супер. Да. Мы могли бы туда вставить, например, 26 продуктов, но нет необходимости. Достаточно. Необходимое достаточно. Если у вас плохое настроение, добавьте грифонию. Если вы плохо спите, добавьте ревнинформулу. Если у вас нет энергии, добавьте аж 500 там и что-нибудь. Если, например, у вас запоры, добавьте Каскару Саграду, потому что от запоров память тоже падает. Есть уже, есть базовая основа. Базовая. Базовая. Она минимальна. Она минимальна по цене, она минимальна по побочным действиям и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы придерживались базы, а потом сверху уже фантазируют. Благодарю. В метал-форсе заложен алгоритм синтеза ацетилхолина. Ацетилхолин – это вещество интеллекта памяти. Поэтому там всего 5-8 капсул в день принимается. Это минимальная доза. Но так как все необходимое есть для внутреннего синтеза, то ацетилхолин начинает образовываться. Поэтому вы, конечно, стремитесь сами все подбирать. И там чем больше, тем лучше. Это не всегда работает. Ничем больше, чем лучше. А нужно все необходимое для биохимического процесса синтеза внутреннего. Также по коллагену, также по энергии, также по всем другим параметрам. То есть нужно знать основы биохимии. Поэтому не придумывайте сами ничего. Слушайте, что рекомендуют ведущие врачи. Ну, не обязательно Академия здоровья. Там ведущие врачи, кто хотя бы знает механизм действия БАДов. Потому что там все, большие дозы работают очень хорошо. Но когда правильно их совмещаешь. Поэтому работать можно разными дозами. Главное, чтобы было то необходимо. Вот если, например, готовите вы винегрет, да, к примеру. Если вы свеклу не положили, это уже не винегрет. Это уже что-то другое. Это салат, оливье может быть. Но это не винегрет точно, да. Вот чтобы вы получили результат, например, память. Или, например, лишний вес снижения. Или, например, там сон хороший. Для этого должен быть именно полный состав вот этого вот, условно говоря, винегрета. Ольга Алексеевна, а стоит ли вот к этому винегрету добавить что-то из другого салата? Или это уже будет лишнее? Ну, для ацетилхолина это уже будет лишнее. А, например, если вы хотите одновременно, условно говоря, усилить стул, то можно, конечно, не вопрос. Или если можно. Или, да, да. Можете добавлять все, что хотите, но есть необходимость и достаточность. Вот это принцип, который, ну, желательно было бы соблюдать. То есть вот необходимо ровно столько и столько же достаточно. А дальше уже за ваши деньги любой каприз. Да, просто многих карался, как, вот это все и больше ничего. Да, потому что, потому что, когда оно правильно рассчитано, нужна средняя доза. То есть вы пропили один месяц Ментал Форс, потом идите в другую сторону, потом сходите там в сторону, я не знаю, иммунитета, личной энергии, эффективности, сна, там, чего хотите там, гормонального статуса. Но много – это не значит лучше. Лучше – это значит правильно подобранное. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям компаний. Потому что все просчитано в миллиграммах, рассчитано. Просто слушайте рекомендации. Тогда все будет очень хорошо. Спасибо огромное.